так я приехал вот на станцию метро другую и могу сказать что в общем все вся их движуха в общем все радиосигналы и электромагнитное излучение это все оно все в основном находится в закрытых местах то есть вот например в метро можно это спокойно делать там и лучше мне кажется даже и особо по магазинам не шлятся то есть и в метро тоже слишком много не ездить потому как как уже записывал раньше видео метро постоянно начинает в вагоне что-то очень сильно шуметь то есть такой шум что ну как бы нереально именно в том вагоне в которой все так я продолжаю снимать я уже никуда особо не спешу то есть можно прогуляться посмотреть что будет но вот как всегда едет скоро и что самое интересное как я стал проходить вот эти два фонаря перестали галереи которые рядом справа а это милиция даже не скоро похоже просто не в буханке мне вот хотелось бы поговорить о том кто все это кто подписывается кто можно сказать у кого руки по локоть в крови то есть кто этим занимается вы что вы в курсе вообще к чему это ведет и что вы толком делаете и что из этого всего будет можно сказать вы пособники вы предатели просто человечества всего потому что не коснется это вас пока вы этим занимаетесь но коснется дальше ваших детей и вообще следующие поколения вы думаете о них то есть чем в каком мире они будут жить вот после этого всего так что подписываясь на вот эту всю травлю и участвуя в этом во всем вы можно сказать участвуете в предательстве вообще всего человечества и человечности то есть я понимаю что сейчас настал век когда из людей хотят сделать роботов то есть век трансгуманизма и прочего но в общем то что вы творите это относится конечно к трансгуманизму но так опосредственно еще вот то есть это больше относится к тому что устраивалось во время второй мировой чем занимались фашисты и вполне возможно что действительно многих из вас обманывают там чем-то говорят просто там посреди там за ним и впрочем но большинство из вас в курсе вот этих всех дел что происходит и в курсе насчет того что ну то есть глобального такого обмана что творится в системе здравоохранения и в прочих других государственных институтах то есть то есть вы люди которые не просто там за бутылку следят за каким-то отдельным человеком там и устраивают все сценки а вы зажравшиеся которые ездите на крутых тачках своих там не знаю и вовсю там раскидываетесь деньгами своими этими кровавыми то есть ну хорошо вы вы то поживете сейчас поживете вы на широкую ногу но подумайте о том в чем жить то есть ваши дети даже то есть ну как бы ладно ваши дети тоже их не коснется это потому как у вас будут какие-то подвязки да но в любом случае у вас же есть там тоже и друзья и коллеги и родственники и прочего то есть вы не сможете их защитить нужно думать не только о своей жопе как бы как бы ее прикрыть но также и об остальных людях то есть вы реально пособники вот этого геноцида вы предатели всего русского рода задумайтесь хоть немного над тем то есть ну что вы творите я конечно понимаю что это легкие деньги возможно и так как это криминал это незаконно это приносит большие также дивиденды вполне возможно что и у вас там не полный рабочий день то есть они вам придумали либо вам просто не знаю там прополоскали мозги придумали какую-нибудь фигню насчет высшей расы как в свое время Гитлер то есть ну вполне возможно что вы зомби какие-то биороботы которые не могут сами там своим умом жить и вообще не соображают там ничего но вы должны хоть немного там разбираться там что такое добро и что такое зло вот реально то есть то что вы творите если даже на фоне там религии и все вы творите зло и как бы вы должны ответить за все то что вы делаете и то что происходит просто для вас сейчас это остается безнаказанным поэтому можно видеть на вашем лице такие ехидные всякие улыбки там смешки и все остальное но будьте уверены что дойдет и за вас очередь тоже все тайное становится явно вот я сейчас тут остановлюсь передохнуть потому что здесь уже стало идти как-то сложновато так 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 просто здесь уже где-то начало меня доставать это звуковое оружие и я вполне ну могу это чувствовать вот я просто слишком ну отошел от этого места но вот там вдалеке решил пойти таки обратно там потому что мне кажется что с этой стороны вот куда я шел оттуда и там какие-то работы или что в общем что а вот оттуда слышны какие-то сигналы кстати ну вполне возможно что там какие-то уборочные работы и тоже но вообще так вот я еще хочу поговорить в общем с теми кто этим занимается ну вы имеете хоть немного разум то что то что вполне возможно что берут они вот на такую работу самых конченных людей там психов и прочего то есть нормальный человек за любые бабки за любые деньги и сможет таким то есть он не захочет этого либо же как я слышал берут там конченных уголовников которых ну есть какой-то срок и говорят там делай это это и в общем будешь ну таким образом у тебя как бы с кастином срок но ты должен будешь постоянно на нас работать но все равно так много людей ну всяких уголовников там и прочих маргиналов вряд ли столько наберешь потому что я смотрю это вполне себе ну как бы богатые люди и этим занимаются богатые и то есть нормально выглядят еще и но глаза у них на самом деле ну страшные пустые то есть ну они еще как бы когда начинают там как-то ехидно улыбаться то вообще становится не по себе но вы должны понимать что вы в первую очередь убиваете себя то есть ну вы реально думаете что вы там что-то ну как бы мешаете человеку там портите ему жизнь и возможно что вы его калечите но вы калечите себя в первую очередь то есть вы убиваете в себе таким образом человечность ну это также и обращение ко всяким прислужбистам там и прочим вы теряете себя с этим совсем вы ну проживаете ну хорошо будете вы сыты там обуты одеты ну что толку если вы гнилые внутри если вот реально вы душевно больные то есть ну вполне возможно что и души вы уже лишили свои из-за этого все это я говорю не только в плане какой-то там религии или еще чего-то а вот ну просто так по-человечески то есть ну как бы это переходит вообще все границы возможно и если если бы вы отказались если бы каждый из нас сумел сказать нет этому когда к нему пришли там посвятили корочкой либо там не знаю придумали какие-то истории предложили денег там и это все думайте головой если вам говорят что человек например террорист и им нужно следить перепроверьте всю информацию все факты то есть ну как бы шевелите моргами немного ну а те кто продался ну тут уж не знаю что такого сказать но в общем если вы не сумели сказать нет то вас вот это и началось все то есть уничтожение всего не знаю всего хорошего всего доброго виноваты как раз таки именно вы вы вносите свою вепту в это все в общую копилку можно сказать что вы потребители таким образом своего рода и чужого рода и вообще вот но что Субтитры сделал DimaTorzok